здорово односельчане вы на канале сельский тэквир и сегодня мы посмотрим на замечательную пару от nike в коллаборации с мэтью вильямсом seo живенши я так понимаю вот такая замечательная пара zoom 004 называется и как видите она ношеная поэтому я не достаю ее из коробки просто пара очень интересная захотелось с вами поделиться а не рассказать пара мягко говоря на хайпе почему я так решил потому что это единственные кроссовки когда я просто шел по улице и меня на перекрестке остановил школьник и спросил можно ли задать вопрос за ритейл и вы их покупали или нет я вот хотел взять для перепродажи говорит он ну в общем то если смотришь привет тебе вот такая вот интересная пара в принципе на западе многие считали что это продолжение nike ispa road warrior у меня кстати есть обе расцветки и я считаю что это самый удобный кроссовок в галактике на данный момент по крайней мере из тех что я носил вот если хотите пишите в комментариях снимем обзор и на них обе расцветки есть носочки специальные все дела ну как говорят продолжение этой пары но так сказать move airball то есть проще надеть нет вот этого сплит носка но на самом деле я скажу по своему опыту много чего интересного про эти кроссовки так что вот давайте начнем с бокса бокс красивый черный вообще у мэтью вильямса очень много интересных коллабораций зачастую это не только кроссовки но и одежда всякие различные там у него штуки есть особенно вот куртка из последней коллекции мне нравится три в одном но зачастую иногда непонятно для чего вот эти все штуки делаются потому что как сказать скажем вот эта же куртка из последней коллекции у нее есть охладительные элементы то есть вы в принципе в жару должны не потеть но при этом верх у нее из гортекса то есть странно и для каких это условиях все сделано непонятно гортекс в жару вы совсем не будете носить и зачем там тогда охладительные элементы в общем непонятно приобрел на сток x первый раз пара мне пришла без бирки специальной сток x просто снизу была зеленая наклейка вот так вот удивительно ну упаковочная бумага здесь особенная вот такая опять же на ней заострять внимание не будем ну вот принципе все наполнение коробки а нет в комплекте у нас идет вот такая вот специальная сумочка брендированная в ней можно что-то носить это как бы даже в принципе рюкзак ее можно видите подвесить здесь вот такие вот ручки очень удобные и слушайте я считаю что это очень кайфово добавлять какой-то аксессуар они сраные пыльники которые вам скорее всего вообще никогда не понадобятся не там какая-то цветная расцветная бумага внутри действительно полезная штука за кроссовки ценой 500 долларов в ритейле это очень даже приятно такое что-то получить размер 10 us я обычно ношу либо девять с половиной либо 10 us ну вот здесь по размеру все довольно странно давайте перейдем к самой модели собственно что здесь у нас два баллона зума слева и справа также как в road warrior здесь баллон зума убран здесь пена причем она на ощупь довольно упругая более упругая чем road warrior вот это вот часть более упругая это уже идет у нас помягче их есть три расцветки самая первая og расцветка она довольно интересная но серая серая подумал я брать ее не стал кстати да вот получается 10 тысяч штук по каждого цвета вроде насколько знаю выпущено всего в мире но тем не менее продолжим вторая черная черная вообще ну никакая ну просто целиком черная ничего я не вижу интересного а вот это такая красная интересная цветастая с градиентами очень прикольно смотрится мне понравилось и самое то интересное что у нас их продавали к м20 или так магазин называется еще до релиза в штатах стоили не до 44 тысячи рублей что-то такое я просто подождал несколько месяцев взял на стоки дешевле чем ритейл был вот так вот удалось ухватить поставки вот эту вот пару значит давайте говорить об этой паре что вообще и и придумали для того чтобы типа и ходить и тренироваться как в ней тренироваться я не очень-то представляю ходить довольно комфортно но есть некоторые но ходить довольно комфортно через очень большое количество шагов вы должны привыкнуть к этой обуви во первых это только летний вариант потому что посмотрите здесь сетка она просто вот ну вот это это просто отверстие то есть на лето идеальный вариант но опять же зацепиться и порвать здесь тоже очень просто поэтому аккуратно носить дальше какие минусы были сразу же после приобретения первый раз их надеваю и они начинают просто вот каждый шаг сука скрипеть очень сильно но где-то через действие шагов эта проблема исчезла причем прямо я ощущал дискомфорт при шагах то есть я понимал что вот шагаю что-то там лишнее скрипит но со временем это притерлось и это все ушло скрипеть они перестали можно ли их сравнивать с road warrior нет то есть они намного хуже чем road warrior потому что самую крутую фишку с двойным зумом отсюда убрали то есть здесь не так теперь приятно ноге здесь все практически то же самое но и и самое интересное это размер и вот вообще формовка посмотрите если мы сравним с road warrior он очень широкий да по сравнению с этим кроссовкам то есть и пятка широкая даже вот так наверно лучше приложить и как бы будет видно что чуть-чуть чуть-чуть по шире road warrior и из-за этого у road warrior намного больше устойчивость то есть я много обзоров смотрел на road warrior там говорили что не комфортно себя чувствуешь кажется что вот-вот нога перевернется действительно есть такое непривычное ощущение первые несколько минут когда их носишь но вот нога там перевернуться никак не может здесь может очень легко можно ногу так подвернуть надо аккуратно ходить плюс первое время они меня дико тёрли вот здесь через недельку где-то это прошло ну не постоянные носки а получается один раз до крови поносил потом через недельку только надел дальше здесь очень странная фиксация видите здесь шнурки нестандартные они такие тонкие такие же как на nike under cover sb mountain кстати вот лайслоки от них поставил потому что эти шнурки ничего сами по себе не держат просто если вы их затянете на ноге они будут развязываться и ослаблять что касается размера почему я здесь заострил внимание 10 us казалось бы все ношу практически 10 us но в длину они мне прямо супер свободны тем не менее в ширину они мне в некоторых местах жмут и фиксация шнурков это как бы не решает то есть жаль вернее уже не жмут то есть для того чтобы получить комфорт в этих кроссовках надо походить наверное тысяч 40 шагов них я думаю так вот точно не меньше что касается вождения в этих кроссовках это говорят вообще полный пипец я сам не вожу но тем не менее смотрите пяткой вы педаль нажать не можете потому что вы ее тупо не чувствуете ведь у вас нога находится здесь а это пластина здесь и носком носком тоже не можете потому что у вас носок находится вот здесь а вот здесь эта пластина то есть не передается чувствительность ноги на педаль или на что-то еще так что в этом плане аккуратней зарубежные блогеры описывают это как pain in s вождение в этой замечательной паре но так прикольная пара со временем когда ты ее разносил действительно комфортно действительно необычная действительно классные кроссовки но выглядит они согласитесь супер хотя конечно дело вкуса что может быть кому-то и черная модель понравится мне вот например нет сера действительно неплохая но на нее сейчас на ресейлет ее очень дорого почему-то серая всем зашла а красная черная нет вот так вот удивительно вот но может быть все попробовали серую поняли что это возможно не совсем комфортно ну просто надо ее подольше разносить вот опять же из минусов вообще вот фиксации практически нету никакой нога в них чувствует себя крайне свободно но к этому постепенно привыкаешь и там тереть перестает становится более менее комфортно так ребят давайте так сейчас прикинем пару луков собственно в них я уже ходил все свои эмоции передал рассказал и если у вас есть какие-то вопросики то безусловно задавайте оставляйте их под видео пишите чтобы вы хотели увидеть о чем вам здесь рассказать может быть по этим конкретно кроссовкам какие-то вопросы по этой паре у вас есть вот а так не забудь подписаться на канал поставить лайк мякнуть колокольчик написать какой-то комментарий мне будет приятно тебе это вроде чего не стоит поэтому спасибо что смотрели переходим к луком а Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...